Итак, за эпохой итальянского возрождения у нас идёт Северное Возрождение. Это эпоха, которая развивалась в странах севернее от Италии. Это Германия, Голландия, Нидерланды, Франция. Это тот же самый период в истории, то есть тот же самый XV век, но там совсем другая живопись, другая идеология. Живопись и идеология эпохи Средневековья основана больше на христианском мировоззрении, здесь больше средневекового. И поскольку это совсем другие страны, на территории той же Германии и Голландии не было античности, не было того, что возрождали, поэтому возрождение здесь это слово по созвучию просто присоединилось. На самом деле возрождать нечего было, но тем не менее в истории есть название этим направлением, этой эпохи как Северное Возрождение. Мы с вами рассмотрели уже итальянское возрождение, и здесь мы проводим буквально параллель. Уходим севернее от Италии, понимаем, что здесь другая идеология, а соответственно другая живопись. Эпоха Северного Возрождения характеризуется тем, что для людей важно было показать духовную составляющую Личности, не важно было показать её внешнюю красоту, а наоборот, её внутренний мир, внутреннюю красоту. Открывайте у вас методички, посмотрите, в раздел Северного Возрождения, какие были открытия сделаны, вернее, на чём основывалось. Идеологическая составляющая. Идеологическая составляющая, да. Характерная черта, готическая традиция письма, базовая идея духовности, Личности, Северного Возрождения, она ещё выражена из элементов сплошной вертикализм, композиции и образов, своеобразное уродование человека. Что значит уродование? Уродование – это значит показать, знаете, калеку, показать внешне неприятное, скажем, внешности человека. Очень часто художники были безразличны к красоте и даже иногда действительно показывали какую-то другую сторону внешности человека. Поскольку в этот период шёл активно процесс обновления церкви, я уже сказала о том, что церковь показывала себя не с лучшей стороны, проявители папский престол. Здесь у нас уже появляется такое понятие, как индульгенцию стали вводить. То есть они, папский престол, увидели возможность быстрого обогащения путём индульгенции. Индульгенция – это откупление грехов своих. Если человек согрешил в жизни, то он может таким образом купить себе местечко на небе, откупив эти грехи. Либо если кто-то из родственников или близких людей ушёл из жизни, тем самым они могут купить индульгенцию и приобрести ему место, соответствующее на небе. Вот это была индульгенция. И папский престол кардиналы отправляли своих посланцев, они ходили с индульгенцией и продавали. Конечно же, народу это стало очень непонятно. Как же так? Если ты беден, ты что, не можешь нормально родиться, нормально умереть? То есть начинается в мире, в обществе людей очень нестабильное, неспокойное состояние. Мессы в это время ведутся только на латыни. Людям не дано читать Библию, поскольку они не знали этого языка. Верили все слову монарха. Влияние, вернее, воздействие, конечно же, было благодаря той росписи, тем алтарным композициям, которые повествовали Старый Завет, Новый Завет. Вот и все, собственно. И здесь в истории у нас появляется новый персонаж исторический Мартин Лютер. Лютеране, да, это те люди, которые сделали, пытались совершить реформу. Они, в общем-то, в определенной мере и совершили. Это реформаторы делали реформу. Мартин Лютен инициировал в Германии, да, активное движение, это было в Германии, он инициировал перевод Библии. И, конечно же, это движение стало распространяться и на другие католические страны. И тут в Италии индульгенция, папский престол занимается абсолютно не тем, что был поставлен, да. Идет сильная трата, скажем, казны, это роскошь, это гуляния, это перы, это всяческие порочные отношения и так далее. И народ, глядя на все это, начинает просто внутри бастовать, да, восстают против всего этого беззакония, который, собственно, совершается. И индульгенция, это, знаете, была уже последняя капля, которую они привнесли. Субтитры создавал DimaTorzok